Йоу-йоу, парни, с вами Харви, и после этого видео ваше сведение изменится навсегда. Вы когда-нибудь слушали музыку 70-х? The Doors, Джимми Хендрикс, Лед Зепплин и других? Если да, прекрасно, нам есть о чём с вами поговорить. Если нет, не беда, обязательно послушайте, и вы поймёте, почему я говорю в этом видео о тех временах и исполнителях. Слушать музыку тех времён просто физически приятнее. Она такая тёплая и ламповая, не то что современные песни, где всё вылезно до неузнаваемости. В современной музыке нет души, именно из-за того, что они убивают вне человечность. Но в этом видео я расскажу вам, как можно легко и без усилий сделать микс не хуже, чем в 70-х для любого стиля музыки. В чём особенность музыки тех времён? Во-первых, музыка 70-х насквозь пропитана искажениями и непостоянством. Во-вторых, она имеет особые способы панорамирования в силу технических ограничений аппаратуры тех времён. Ну и в-третьих, музыка полна шумов от оборудования, которые делают звук более живым и реальным. В-четвёртых, не стоит забывать и о человечном звучании и отсутствии квантизации. Поговорим о каждом аспекте. Искажения. Если вы прислушаетесь к музыке тех времён, все записанные инструменты имеют какие-то искажения, будь то из-за перегрева, то есть когда звук зашкаливает, или просто из-за плёнки и транзисторов. Без искажения никуда, если вы хотите сделать звук живым и тёплым. Искажения позволяют ощутить звук реального железного оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok Для искажения есть несколько плагинов, которыми вы можете воспользоваться для тёплого звучания. Для эмуляции предусилителей воспользуйтесь Arturia Preamps и выкрутите звук настолько, чтобы он слегка зашкаливал и едва дребезжал. О них вы можете посмотреть отдельное видео на моём канале. Ссылка в подсказке. Есть и другие плагины, например, Plug & Mix Analogger, Sound Toys Decapitator, FabFilter Saturn. Всё это вы можете использовать, чтобы добиться искажений. О том, сколько искажений или любых других эффектов достаточно, смотри другое моё видео. Ссылка в подсказке и в описании. Ссылка в подсказке. Ссылка в подсказке. Ссылка в подсказке. Субтитры сделал DimaTorzok Применить искажения можно буквально на всем, на каждом инструменте и на общем миксе. Давайте сделаем это с нашим миксом. После того, как вы добились приятных теплых искажений, вам нужно правильно свести микс. В чем фишка сведения 70-х? В те времена для записи использовали 4-дорожечные консоли, а 16-дорожечные были вообще роскошью. В них было всего 3 позиции панорамирования. Лево, право и центр. Сейчас возможностей стало больше, но мы все равно будем придерживаться примерно такого ограничивающего принципа. Обычное панорамирование вашей до не подойдет. Нам нужен специальный плагин BossPenUp, который позволяет особым образом развести панораму. Расскажу, как нужно панорамировать. Один инструмент может занимать только 1 час панорамы и не больше. Представьте, что ваша панорама это половинка часов. Так вот, только один инструмент может занимать тот или иной час. Например, на 3 часа может быть только гитара или только пианино. Обязательно задействуйте в плагине фишку кроссовер. Она означает, сколько частот останутся в середине микса при панорамировании. Это сделает панораму более живой. При этом не стесняйтесь панорамировать далеко и глубоко. Это сделает звук при прослушивании, особенно в наушниках, дико интересным. Кстати, это еще и ограничивает количество инструментов. Что важно, чем минималистичней, тем лучше. Давайте сведем наш трек таким образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это легко проверить мутированием всего мастер-канала, на который наложен шум, и сравнение его с тишиной. Должен быть такой легкий, ненавязчивый шумок на фоне. Но не шум, как у сломанного телевизора. Наложим шум. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и последнее. Позаботьтесь о том, чтобы инструменты звучали живо, с минимумом квантизации при записи. Можно искусственно добавить неточности во время с помощью рандомизации или, как ее еще называют, гуманизации. Сделать это очень удобно в FL Studio при помощи функции Quantize. В ней выберите предустановку Loose Fill. Давайте сделаем это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще один важный совет. Прекратите оценивать миксы с точки зрения параметров крутилок, ручек. Постарайтесь просто слушать, что получается, но не смотреть глазами. Нравится или нет? Опытно работается. Итак, вы узнали, как сводить ваши треки так, чтобы они звучали реально живо, тепло и приятно. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и переходите в мои группы ВКонтакте. Дюк Флит для песен и Харви для битов. Ссылки в описании. С вами был Харви. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok